Лидия Михайловна, здравствуйте! Здравствуйте! Еще один этап избирательной кампании позади. Прежде чем мы перейдем к цифрам, мне бы хотелось узнать Ваши впечатления. Как он прошел? Он прошел хорошо. Он прошел хорошо, потому что конфликтов было немного. Но я бы как недостаток, может быть, отметила, что все-таки этот период был достаточно малозаметен. В этом плане я согласна все-таки с миссией Парламентской Ассамблеи Совета Европы, что в целом хоть компания спокойная, она малозаметная. То есть на улицах мы увидели какое-то количество пикетов, но это было в городе Минске. Можно было считать удачей, когда возле этих пикетов были люди, которые давали пикетов. Но в любом случае, даже если их не было, люди увидели, заметили и отметили, что идут выборы. Поэтому говорить, что она была яркой, конечно, не приходится. Но, в принципе, все наше законодательство рассчитано на то, что ход избирательной кампании в этот период должен проходить достаточно спокойно. Вы упомянули о миссии Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Они здесь находились 9 и 10 августа, если не ошибаюсь. Каковы итоги их визита? Они представили свой пресс-релиз, это не заключение. В принципе, они отмечают доброжелательность и открытость белорусской стороны. Они отмечают, что сделаны определенные подвижки в плане улучшения избирательного процесса. Тем не менее, они не удовлетворены. Они считают несбалансирован состав избирательных комиссий. В принципе, такое неплохое, вполне выдержанное сообщение, которое содержит и недостатки, и достоинства. Ну и теперь давайте посмотрим, как в цифрах выглядит тот итог нынешнего этапа, минувшего этапа избирательной кампании, к которому мы подошли. Зарегистрировано, обратите внимание, 521 кандидат, при том, что 4 года назад 363. То есть мы можем отметить, что конкурс, если студенческим языком, выше стал. Это же хорошо. Активность политической борьбы во многом зависит от самого кандидата. Кто-то, может быть, и проспит этот период. Либо будет считать, что за него сработает команда. Либо достаточно будет один раз выступить по телевидению. Ведь это тяжелый труд. И труд в основном, скажем так, бесплатный. То есть работаешь сам на себя, и ты не знаешь, что у тебя из этого получится. Поэтому я хотела бы, чтобы действительно те, кто зарегистрировал, понимал, что выборы – это серьезные. И выборы – это все-таки конкурс, в котором ты должен показать себя самым лучшим. А лучшим ты себя можешь показать, если ты будешь хорошо себя рекламировать. Вы сказали о том, что некоторые из кандидатов в кандидаты, а может быть, сейчас они уже и зарегистрированы, проспали кампанию. Да. Лидия Михайловна, поделитесь своим мнением. Вообще, какова мотивация у тех людей, которые собираются стать депутатами, ну, перед палатой представителей? Что их там ждет? Что должно ими двигать, чтобы они хотели активно проводить эту избирательную кампанию? Ну, во-первых, есть часть людей, которые желают изменить политическую систему страны. Как правило, это представители оппозиционных политических партий. Они считают, что если они придут в парламент, они изменят законодательство, они инициируют изменения Конституции, они будут инициировать некие политические процессы, которые приведут к тому, что желают данный оппозиционный блок. То есть в этом смысле парламент является местом политической борьбы? Политической борьбы, да, в этом случае. Есть определенная часть людей, и, кстати, из них тоже представители могут быть той же самой оппозиции, которые рассматривают это место как будущее трудоустройство. Почему? Потому что у этих людей ничего нет, и должность их партийный функционер. Для молодежи зачастую они сами говорят, хочу попробовать, это прикольно, есть такое. Вот мне интересно, я хочу узнать, что это такое, вообще поизбираться. Ну и часть такая основная – это крепкие хозяйственники, это те, которые выдвинули трудовые коллективы, и которые рассматривают место в парламенте как очередную карьерную ступеньку, может, даже не ступеньку, а не ниже по своему уровню, но такое передвижение по горизонтали на новую, на другую работу, которую, как они считают, им доверяет общество, и они готовы оправдать доверие. Заглядывая в следующие четыре года, вам бы хотелось видеть в белорусском парламенте место политических дискуссий, оппозицию, различные точки зрения, споры, может быть? – В принципе, парламент для этого и создан. Когда говорят, что парламент – не место для дискуссий, это просто-напросто смешно. В парламенте должны представлены быть разные политические силы, они должны обязательно дискутировать, они должны вырабатывать какую-то конструктивную оппозицию на благо общества. – Мы вступаем в период агитации. Как бы сделать так, чтобы те, кто зарегистрирован, те, кто официально стали кандидатами, не наделали бы ошибок в этот период? Ваши рекомендации для тех, кто борется за кресло депутата? – Главная рекомендация, конечно, заглянуть в избирательный кодекс, и даже можно в него не заглядывать. Центральная комиссия создала прекрасные всякие пособия и документы, например, в помощь кандидату в депутаты. Поэтому обучиться есть где, но действовать в соответствии с этим. Но мы прекрасно понимаем, что любая норма, она же суха, теория суха, но ее нужно применить на практике. Я думаю, здесь следующее. Во-первых, не совершать эти действия дерзко и сознательно. Вот дерзкие и сознательные действия стоили некоторым нашим кандидатам потенциальным, даже не кандидатам, а претендентам вот этого депутатского статуса. То есть они… – Тогда поясните, что вы имеете в виду. – Я имею в виду следующее. Ну вот, например, во время сбора подписей нельзя было раздавать агитационную продукцию. Они это делали. Им говорили, не делайте это, мы вас предупреждаем. Они продолжали это делать. Они вели себя некорректно по отношению к избирателям и к своим конкурентам. Они оскорбляли их, рядом находились пикеты. Они устраивали мероприятия, скажем так, выходящие за тот предел, который… – Они проводили агитацию уже тогда, когда она была. При этом они должны проводить агитацию. Ну, во-первых, не нарушать места, отведенные для этого. Не совмещать агитацию с иными мероприятиями, которые, например, ну, кто-то решает иные вопросы. Например, проводят агитацию и при этом собирают подписи в поддержку какого-нибудь вопроса, вынесенного на референдум. Такое тоже возможно, да. В-третьих, пользоваться только средствами своего избирательного фонда. Не злоупотреблять служебным положением. Что это такое? Это использование, например, помещений в государственных органах, если это руководитель государственного органа выдвигается, в то время как иные кандидаты этим правом воспользоваться не могут. Использовать служебный транспорт, а они же в это время должны в отпуск уйти. Уйти обязательно в этот отпуск, потому что требует это закон. Есть определенный уже набор вопросов от оппозиции, которые они адресуют вам, как руководитель Центра избиркома. Ну, например, досрочное голосование. Все опять опасаются, я то и дело читаю в интернете, что будет вброс бюллетеней. Что-то вы можете по этому поводу сказать? Ну, это вечное такое пугало. Собственно говоря, давайте не будем забывать, что оппозиция, как обычно, готовится к проигрышу. А для того, чтобы подготовиться к проигрышу, нужно испортить, опорочить репутацию тех, кто проводит выборы. Они этим занимаются постоянно. Я не верю в вброс бюллетеней, это общественные организации. Честные люди, лучшие, из лучших попали в избирательные комиссии. Существует контроль общественности. Ящики опечатываются. Ну, я еще не знаю, что. Отпечатки пальцев снимать? Ну, это же общественное мероприятие. Илья Михайловна, меньше месяца до дня голосования с каким настроением вы входите в этот завершающий этап кампании? В принципе, настроение хорошее и оптимистичное. Ну, это такой осторожный оптимизм, потому что я понимаю, что выборы – это всегда процесс в определенном плане непредсказуемый. В том плане, что разные политические силы могут использовать выборы как повод для того, чтобы обострить ситуацию политическую. И те призывы, которые раздаются уже сейчас, показывают, что участники событий 2010 года не научились ничему даже в тюрьме. То есть они опять пытаются спровоцировать некие акции неповиновения. Вот это и является самой большой угрозой. Все остальное, в принципе, мы со всем справимся. Все находится под контролем. Я даже не вижу здесь тех подводных камней, которые могут возникнуть. Илья Михайловна, благодарю вас. Илья Ермошина, представитель Центра избиркома Беларуси, принимала участие в нашей программе. Спасибо.